Все тайны космоса. Вселенная от начала до конца. От нуля к миллиардам. Рождение и рост. От атома до Солнечной системы, от нашей планеты до глубин космоса, одни и те же элементы разбросаны посреди звёзд в каждой галактике. Всё состоит из простейших элементов, включая нас. Изначально не было этого изобилия и хаоса. Не было ничего, ни материи, ни радиации, ни пространства, ни времени. Некоторые отрицают эту теорию, но большинство учёных согласны, что Вселенная произошла из-за Большого взрыва. Но пока они не знают почему и не могут объяснить, как. Большого взрыва Время, пространство и материя выросли в сотни миллионов раз, до размера не меньше атома. Потом, после этого, пошёл процесс. Они стали размером с галактику. Вселенная была как суп, такой горячей, что энергия образовала материи, антиматерии и массивные частицы, которые разбились на более мелкие. Материя победила антиматерию с разницей 1 к миллиарду. Достаточно, чтобы создать космос. Потом температура упала до триллионов градусов по Цельсию. Прошла целая эра. Вселенная стала на 10 миллионных секунды старше. Физики воссоздали эту эру при помощи ускорителя частиц. Два кольца разгоняют частицы, тяжёлые ионы, в противоположных направлениях. На пересечениях, почти на скорости света, лучи ионов сталкиваются с невероятной силой. Они образуют потоки субатомных частиц. Ускоритель в Американской государственной лаборатории Брукхевена диаметром 4 километра. В нём можно за миг создать эмбрион Вселенной. Вот плазма субатомных частиц, кварков и глюонов. Через одну тысячную секунду после Большого взрыва кварки и глюоны сформировали протоны и нейтроны. Через одну секунду при охлаждении на миллиард градусов протоны и нейтроны образовали атомные ядра. Через три минуты появились первые элементы — водород, гелий и немного лития. Электроны, здесь они голубые, создавались следующие 350 лет в круглых орбитах вокруг ядер при температуре ниже на 3000 градусов. Когда электроны сцепились в атомы, они больше не блокировали проход для светонесущих фотонов. Неожиданно, всё упорядочилось. Вселенная стала прозрачной. Началась эра преобладания материи. Из облаков водорода и гелия образовались галактики. Галактики формировали кластеры, а кластеры — филаменты. И по сей день продолжается экспансия и охлаждение. Эта экспансия — прямое доказательство Большого взрыва. Более чем через 350 тысяч лет после Большого взрыва сформировался космос. Это называется космическим фоновым излучением. Оно охватывает всю Вселенную. В 1965-м случайно было сделано открытие — слабый шум микроволн. Эта антенна улавливала его во всех направлениях в небе. После полного пекла Вселенная охладилась на 3000 градусов. Тогда появилось излучение. Сначала ультрафиолетовое. Оно стало микроволновым. Пока Вселенная росла и охлаждалась. Сегодня космическая температура не выше 270 градусов. В 1992-м году космический спутник «Эксплорер» впервые распознал источник шума микроволн. Спутник изучил температуру в небе. Разные цвета, колебания температуры в миллионы градусов. Этот запуск в 2001-м позволил произвести более точные подсчёты. Станция под названием WMAP вышла на орбиту. Она колебалась из-за притяжения планет. За полтора миллиона километров от Земли станция не подвергалась её микроволнам и магнетическому влиянию. С постоянной температурной средой станция работала, отвернувшись от Солнца, Земли и Луны. Результаты поразили. Исключив красную зону, сильные супермощные сигналы нашей галактики, станция изучила микроволны космоса под иным углом. Слева — карта, составленная спутником. Теперь на карте станции видны детали. Вот это рябь. Давайте сравним. Рябь слева в нефти отличается от ряби справа в воде. Среда определяет рябь. От неё зависит количество, размер и интенсивность. Эта рябь похожа на вариации в молодой Вселенной. Экспансия после Большого взрыва была неровной. Материя рябила и комкалась. Температурная карта станции показывает это наглядно. Вот зарождение сложной структуры Вселенной. Всё это создавалось миллионы лет. Галактики объединились вдоль пенистых филаментов, а между ними пространство постоянно растёт. Появились звёзды. Во всей Вселенной дали свет, как говорят астрономы. Повсюду сгущался и нагревался газ, и начался ядерный синтез. Первое поколение звёзд было горячее, ярче и массивнее, чем современные супергиганты. Прошло несколько поколений. Галактики образовали большие кластеры, где пересекаются филаменты. Клеточная структура была образована плотными образованиями молодой Вселенной. Они выявились через космическое фоновое излучение. Примерно 50 миллиардов галактик во Вселенной. Её строительный материал. Они держатся группами. Несколько дюжин групп образуют тысячи кластеров. Объединённые гравитации. Этот галактический кластер — один из самых крупных. Вот изображение эволюции такого кластера за 10 миллиардов лет. Галактики сталкиваются и сливаются. Большинство астрономов полагают, что кластеры проявляются при соединении галактик, образуя более крупные формы. Вот ещё изображение. Астрономы воссоздали картину космической эволюции. Вот что было после того, как образовались первые галактики. Мы видим постоянные изменения, возникшие после Большого взрыва. До сих пор образование первых галактик, которые были 500 миллионов лет назад, не были замечены. Но телескопы по-прежнему направлены к небу в надежде на лучшее. Вот что мы видим. Перед нами, казалось бы, пустое небо. Но нет. Там есть точки света. Чем ближе мы смотрим, тем больше отдаляемся в прошлое. Вот история галактик, увиденная через космический телескоп «Хаббл». Коллекции для изучения в кусочки неба. Всего 800 объектов. Это самое дальнее полученное изображение. Хаббл обнаружил почти 10 тысяч галактик. Сотня маленьких точек. Это самые длинные. Все они сформировались через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Галактики самых странных форм образованы раньше, когда Вселенная была более хаотична. И на контрасте более близкая и молодая. Это яркая спираль, обычное зрелище. У Вселенной много загадок. Например, почему она появилась. Цепочка галактик — еще одна головоломка. Астрономы смоделировали то, что было 11 миллионов лет назад. Как такая мощная структура так быстро образовалась? Еще так много неясного в процессе космической эволюции. Галактика. Млечный путь. Наша галактика — Млечный путь. В самом ее центре, возможно, есть большая черная дыра. И вокруг нее спиральный диск из более 200 миллиардов звезд. Звездный поток в самом центре галактики. Одна из звезд Солнца с несколькими планетами. Она на две трети удалилась от центра галактики. Начнем изучение галактики отсюда. Третий объект от Солнца. Эта звезда и две рядом — наши ближайшие соседи. Альфа Центавра, в четырех с четвертью световых лет от нас. Рядом с ней звезда Барнарда, Красный Карлик. Он в шести световых годах. Сириус в восьми с половиной световых годах. Световой год — это расстояние, которое свет проходит за год. Отсюда, с Арктура, свету нужно 37 лет, чтобы дойти до нас. Даже со скоростью 300 тысяч километров в секунду, свет этих звезд, Капелла, будет идти 43 года. Кастер, 52 световых года. Три пары звезд на одной орбите. Двойная звезда Мизар и Алкор позади неё. 59 световых лет от Земли. В 95 световых годах Алгол — двойная затмевающая звезда. Ещё одна — Бета Лири. 300 световых лет от нас. Они выводят газ друг от друга через спирали в космосе. Несмотря на огромное расстояние, эти звёзды — наши ближайшие соседи во всём Млечном Пути. С Земли мы их видим под наклоном. Наша галактика вся перед нами. Примерно 20 тысяч световых лет в ширину и 100 тысяч световых лет в длину. Это похожая галактика М-83. В её спиральных ветвях есть розовые пятна. Там загораются звёзды. В нашей галактике такое место — туманность Ориона. Горячие новые звёзды заставляют светиться газ. А вот звёзды-малыши. Облака водорода распадаются от своего веса. Давление и температура поднимаются. Когда центр облака нагревается, происходит ядерный синтез. Рождается звезда. Ещё один звёздный инкубатор — туманность Орла. Знаменитые столпы мироздания. Этот столб высотой 4 световых года состоит из плотного водородного соединения, купается в лучах ультрафиолета новорождённых звёзд. Свет медленно разрушает столб, и из него выходят новые звёзды, точно капельки. Рождение звёзд приводит к звёздным ветрам. В туманности Розетта яркие молодые звёзды горят в самом центре. Здесь новые звёзды дуют ветром в 400 световых лет. Только одна звезда, молодая, горячая, несётся по ветру в туманности. Эта тёмная пелена скорпиона поглощена сильными ветрами из новорождённых звёзд. Кластеры из более старых звёзд освещают всё вокруг. Газ и пыль попадают в межзвёздную среду. Плеяды — это молодые звёзды, которые всё ещё никак не освободятся от туманности. Туманность — это облако. Звёзды рождаются в ней из красных карликов в супергигантов. Чем крупнее звезда, тем она ненасытнее, и тем меньше она живёт. Наше Солнце — средняя звезда, которая живёт 10 миллиардов лет. И оно не горит. Только в его ядре ядерный реактор превращает водород в гелий. Благодаря этому процессу, происходящему при 15 миллионах градусов по Цельсию, производится 4 миллиона тонн массы каждую секунду. Энергия, с которой светит Солнце. Когда-нибудь закончится водород в ядре. Солнце поменяет цвет, станет как вон та оранжевая звезда. Их тут несколько. Это красные гиганты. Так называются умирающие звёзды. Водород в ядре растратится. Звезда станет в сотни раз больше, чем была раньше. И при этом выпустит много газа. Как, например, туманность-улитка. И вот другие. Эти кольца — планетная туманность, потому что на маленьком телескопе они похожи на планеты вокруг звезды. Через 5 миллиардов лет то же самое будет с Солнцем. Когда закончится водород в его ядре, стабильность будет потеряна. Солнце станет расти. Сначала будет поглощён Меркурий, потом Венера. Глубоко в центре гелий будет смешиваться с углеродом. Выплески газа будут выброшены наружу. Солнце станет красным гигантом. Земля, возможно, выживет, но обгорит. Когда Солнце отбросит внешнюю оболочку, его умершее ядро оголится. Догорающий уголёк — белый карлик. Скромная звезда, как наше Солнце, долгожитель по сравнению с более массивной звездой. Вот Солнце, и рядом с ним звезда в три раза больше по массе. Она была как Солнце, выпускала водород в гелий. Потом, когда водород закончился, гелий смешался с углеродом при температуре до 100 миллионов градусов. Теперь это главный источник энергии в короткой жизни гиганта. Но он, как и Солнце, станет белым карликом. Только у супергигантов другая судьба. Этот в 15 раз массивнее Солнца. Как все звёзды с малой массой, супергигант смешивает водород с гелием. Когда водорода не будет, гелий начнёт смешиваться с углеродом. Потом углерод смешается с неоном и магнием, когда и они кончатся с более тяжёлыми веществами. При трёх миллиардах градусов, когда смешается железо, всё будет кончено. И вот суперновая звезда. Она может быть яркой, как галактика, сверкающей остаток после взрыва. Глубоко в ней остаток лучистой энергии, сжатая до 20 километров, её песчинка будет весить миллион тонн. Ядро супергиганта стало нейтронной звездой. Пульсар, вращающийся много раз в секунду. Туманность Краб, сверхновый остаток, образовался после вспышки. Это увидел китаец в 1054 году. В центре Краба кольца материи всё ещё исходят от нейтронной звезды. Это замедленная съёмка телескопом Хаббл. Изображение нейтронной звезды Краба при выделении вещества. Она образует кольцо вокруг, как пончик. Здесь вещество идёт от простой звезды к нейтронной звезде. Материя сталкивается с поверхностью, образуются супервзрывы. Они дают больше энергии за три часа, чем Солнце за сотню лет. При изучении взрывов найдены нейтронные звёзды, вращающиеся сотни раз в секунду. Наша галактика полна чудес. И даже здесь, в туманности Карина. Мы приближаемся к самой большой известной звезде. Это Карина. Возможно, в сотни раз более массивная, чем Солнце. Эта звезда уже выделяет вещество. Скоро будет сверхновая звезда. Но в этот раз колоссальный взрыв подавит ядро. Нейтронная звезда станет чёрной дырой. Сверхновые звёзды — источник жизни нашей галактики. Их обломки и ударные волны помогают создать звёзды, как Солнце. Их химические элементы есть на каждой планете и в каждом из нас. Наша галактика — Млечный путь. Одна среди 50 миллиардов галактик, предположительно существующих во Вселенной. Телескоп. Свежий взгляд на Вселенную. Этот телескоп не был построен. Ещё не ясно, где его поставят. Но когда это случится, его работа может произвести революцию в нашем видении Вселенной. А пока самый мощный телескоп здесь. В пустыне, на вершине горы в Чили, Южная Америка. Вот четыре части огромного телескопа. Он помещён под открытым небом, чтобы ничто не мешало ему работать. Обсерваториям нужен свободный доступ к виду за облаками. Подходят также Канарские и Гавайские острова, где океан стабилизирует атмосферу. Чем меньше помех, тем чётче изображение. Ещё один важный фактор — ночное небо как можно темнее. Вот почему обсерватории всегда далеко расположены от городского света и выхлопов. Когда наша планета освещается, это осложняет работу телескопов. Телескоп имитирует глаз. Пройдя через зрачки на глазах, свет от внешнего объекта фиксируется сзади на сетчатке. Потом изображение поступает в мозг на обработку. Открывается, как цветок. Вот главное зеркало астрономического телескопа. К нему идёт свет, точно это зрачок глаза. Зеркало поднимается к основанию телескопа. Это не труба, оно в виде прочной рамы. Телескоп Кек на Гавайях. Вместо одного диска со стеклом главное зеркало — мозаика из 32 зеркал. Всё в форме шестиугольника. Из них сделали 10-метровое зеркало. Как же работает телескоп? Свет из космоса отражается в главном зеркале, передаётся во второе, потом назад через отверстие в главном зеркале до фокусной точки в центре. Вот точка фокуса. Главный фокус всегда крепится за главным зеркалом. Но тут всё обстоит иначе. Вот как свет идёт от главного во второе зеркало, потом в третье, в точку фокуса сбоку. Это фокус не смета, он расположен здесь. Он позволяет использовать тяжёлые инструменты, не нарушая баланса телескопа. Точка фокуса, как сетчатка. Тут же есть свой мозг, который обрабатывает полученные изображения. Большой современный телескоп, как КЕК, двигается на простой, относительно лёгкой платформе. Он быстро и сложно управляется компьютером. Старый телескоп, как этот, двигается просто на тяжёлой подножке. Как и англо-австралийский, тяжёлое нагромождение в огромном куполе. А вот самая прочная экваториальная монтировка. Последняя своего рода. Пятиметровая Хейл в куполе весом тысячу тонн на горе Паломар, Калифорния. А КЕК с меньшим куполом и зеркалом в два раза больше превзошёл все ожидания дизайнеров телескопов. Джемини превзошла его своим куполом, который открывается по кругу. Это ускоряет уравнивание температуры снаружи и внутри. Такая атмосферная стабильность необходима для наблюдения за небом. У телескопа Хаббл таких проблем нет. Его зеркала в два с половиной метра 600 тысяч метров над землёй. Его изображение идеально. Свобода от атмосферного воздействия с лихвой компенсирует простоту зеркала. Хаббл был запущен в 1990-м на борту шаттла. Космонавты запустили Хаббл в работу по орбите. Это полёт в 2002-м. Всё происходило так. Хаббл поместили в грузовой отсек шаттла. Сначала его солнечные батареи, его источник энергии. Они выдвигаются, как жалюзи. Их нужно заменить. Астронавты готовят более мощные батареи. Они более эффективные, чем старые. Эти батареи снабдят телескоп дополнительной энергией. Потом в самом телескопе осмотрели старый прибор контроля питания и сняли. А вот его замена. Все подсоединения велись вручную. Не так просто в перчатках. Хаббл ловит изображение приборами за главным зеркалом. Входящий свет ловится главным зеркалом, переходит во второе, потом назад через отверстие к приборам. Следующая задача — убрать старый прибор, камеру слабоконтрастных объектов. Вместо нее поставят новую, современную камеру обозрения. Ее установили вместо старой. И, наконец, надо заменить сломанный кулер на приборе Никмос. Никмос — это инфракрасная камера и многообъективный спектрометр. После такого названия кто станет ворчать по поводу слова «кулер»? Готово. Миссия завершена. Хаббл перенесен на орбиту повыше и запущен в космос. Только посмотрите на эти новые изображения. И на эти — с новой камеры. А здесь изображения с двух камер. Молодые галактики. Вернемся к телескопам на Земле. Это 20-тонное зеркало одной из четырех самого большого телескопа. 8 метров в ширину. Толщиной 17 сантиметров. Отполировано с точностью до 10 нанометров. Чтобы сохранить точную форму, у каждого зеркала есть 150 подножек. Крошечные компетеризированные головки создают идеальную форму отражающей поверхности. Пока каждое зеркало вращается под небом, сложная крепежная установка компенсирует смещение веса. Эта техника называется активная оптика. Еще одна проблема — преломление входящего света, пока он проходит через турбулентную атмосферу. В результате размытые изображения звезд. Но у этого телескопа есть решение. Головки под каждым вторым зеркалом. Они ловят преломленный входящий свет и деформируют поверхность зеркала, чтобы их исправить. Волнистые лучи выпрямились, будто небо над телескопом идеально спокойно. В результате идеальное изображение. До этого такие изображения могли быть получены только с телескопа Хаббл. Сравним изображение одной и той же звезды. Это с Хаббл. А это наш телескоп. С адаптивной установкой большой телескоп делает снимки с Земли точно из космоса. С близнецов телескопов астрономы комбинируют цвет обоих, чтобы обработать их на более крупном приборе. Большой телескоп идет дальше. Он объединяет цвет с четырех больших телескопов с четырьмя приборами поменьше. Вместе они ловят, как зеркало шириной 16 метров. Глаз гиганта. А это супергигант. Или невероятно большой телескоп. Обзор в небе шириной в сотни метров. Это международный проект. Все еще в планах. Вот воплощение всех амбиций, только подходящее место еще не нашли. Он будет отображать планеты вокруг звезд. Он увидит рождение молодых галактик. Он может быть столь же важным, как первый телескоп Галилео. Даль. Бесконечность и строение. Как мы измеряем Вселенную? Астрономы в световых годах. Расстояние, которое проходит свет за один год. Эта галактика Андромеда 2,5 миллиона световых лет от нас. Ее свет добирается до нас 2,5 миллиона лет. Наша галактика, Млечный Путь, 100 тысяч световых лет в ширину. Только подумайте, за один год свет проходит 9,5 миллионов километров. Такие расстояния можно измерить в световых годах. Например, наше Солнце в 30 тысячах световых лет от центра галактики. Но начало шкалы измерения космоса намного ближе. Это диаметр орбиты Земли вокруг Солнца. Почти 300 миллионов километров. Эта цифра помогает подсчитать расстояние до ближайших звезд, а также их цвет, массу, распознать их истинную яркость в сравнении с кажущейся. В орбите Земли вокруг Солнца в январе мы видим близлежащую звезду. Пока Земля движется, эта звезда перемещается к звездам позади, намного дальше ее. На другой стороне орбиты, в июле, это смещение можно измерить. Проведя черту между ней и диаметром орбиты, простая тригонометрия дает нам расстояние до этой звезды. Эта техника называется звездный параллакс. Применяется к звездам, дальше, чем несколько сотен световых лет. Но так не измерить всю галактику и орел звездного скопления вокруг нее. В этом ореоле может быть до миллиона звезд. Они устремляются к центру, который в тысячи раз ближе, чем в нашей галактике. И они древние. Самый старый может быть от 11 до 13 миллиардов лет. Тогда еще не было эволюции главной галактики. Голубые пятна — это галактики. спутники Млечного Пути, видны невооруженным глазом в южной полусфере. Это большое и малое Магелланово облака. В обоих много молодых, очень ярких звезд. Это большое Магелланово облако. В нем, в 1987 году, умерла огромная звезда. Сверхновая вспышка. Взрыв был 160 тысяч лет до этого. 160 тысяч световых лет назад. Вот последствия той суперновой звезды. Малое Магелланово облако намного дальше, чем большое. Но оба они в группе соседних галактик. Вот еще одна. Маленькая галактика IC5152. Карликовая галактика Лев-1 и NGC-6822. Еще один карлик. Они держатся около нашей галактики и Магеллановых облаков. Другой фаворит – Андромеда. Самая большая из всей группы. Спираль, как у Млечного Пути. Андромеда почти в два раза больше в диаметре. При приближении к Андромеде мы ищем так называемую стандартную свечу. Она известна как цифеида, пульсирующая звезда по измерениям за пределами звездного параллакса. Яркость меняется, пока она сжимается и разжимается. Эта маленькая звезда быстро пульсирует. А эта, большая и более яркая, медленнее. Скорость напрямую зависит от настоящей яркости цифеиды. Измерив цифеиды в нашей группе галактик, мы определили расстояние до цифеид, находящихся дальше. Судя по ним, М33 – галактика треугольника почти 3 миллиона световых лет от нас. Намного дальше группа галактик в скульпторе и галактика NGC 55. И спиральная галактика NGC 300. До ней где-то между 6 и 8 миллионами световых лет, как до галактики серебряная монета, NGC 253. Ещё дальше группа М81. 12 миллионов световых лет. М81 – спиральная галактика, взаимосвязана с соседкой, галактикой М82, где рождаются потоки звёзд. Согласно цифеиде, эта галактика NGC 4945 почти 13 миллионов световых лет от нас. Она находится за Альфа Центаврой, самой крупной галактикой в группе Центавры. Альфа Центавра – две слившиеся галактики, шириной от 13 до 15 миллионов световых лет. В неё входит М83. Это красивая спираль. В два раза дальше маленькая группа лев. Эта галактика слева связана с другими. Ещё одна из них – галактика Вирпул и её напарница – 37 миллионов световых лет от нас. NGC 3198 – 47 миллионах световых лет. В 57 миллионах – М91, пересечённая спираль. Сравните её с обычной спиралью М100, которая немного дальше. Примерно в 55 миллионах световых лет кластер Вирбо – самое сердце суперкластера, в котором есть Млечный Путь. Вот знаменитые галактики Элипсы, как, например, эта М60. В ней в 50 раз больше звёзд, чем в нашей галактике. А вот гигантский Элипс М87. Ещё дальше – кластер Форнакс в 60 миллионах световых лет. В нём есть эта яркая пересечённая спираль. Но за этой галактикой за 98 миллионов световых лет нет цифеиды. Нужна новая, стандартная свеча. Когда здесь взорвалась звезда, расстояние до галактик измерялось цифеидами. Так же было и здесь. Обе галактики на расстоянии 39 миллионов световых лет. Вот вспышка сверхновой, тип 1А. Наша новая, стандартная свеча. Как видно, белый карлик вытягивает вещество из красного гиганта. Когда карлик достигнет 1,4 массы Солнца, произойдёт взрыв и, как следствие, стандартное свечение. Поставив сверхновую звезду, тип 1А, в ряд цифеид, мы можем измерить расстояние до таких же вспышек в сотни раз дальше. Так подтвердилось, что галактики суперкластера Гидра Центавры в 150-160 световых годах. Кластер Кома в 320 миллионах световых лет. А кластер Геркулеса в 500 миллионах. Телескоп в Маунт-Вилсон, Калифорния, был когда-то самым большим в мире. После 1920-го с ним работал американец Эдвин Хаббл, чтобы собрать цвет дальних галактик. Он сделал невероятное открытие. Хаббл изучал световой почерк галактик, их спектр. В них много цветов, они меняются в большинстве галактик до красного цвета в самом конце. Похоже, чем не ярче галактика и, возможно, чем она дальше, тем больше красного цвета. Хаббл понял, это означает, что Вселенная расширяется. И это росли не галактики, а космос. И только потом галактики. Космос расширяется, световая гамма галактик становится всё краснее. Чем дальше галактика, тем больше красная гамма. Закон Хаббла. Для галактик за миллиард цветовых лет по красной гамме определяют расстояние. Этот кластер за 1,4 миллиарда световых лет. Этот — 2,2 миллиарда. А этот кластер примерно за 5 миллиардов. Ещё один удалён на 9 миллиардов световых лет. Столь далёкие изображения были сняты на телескопе Хабббл. С Земли этот отрезок неба — одна десятая ширины Луны. Это как смотреть через соломинку в стакане. Увеличим изображение и углубимся. Это не анимация. Это видно через телескоп Хаббл на сверхдальних расстояниях. Чем дальше мы смотрим, тем быстрее изображение. В этом поле Хаббл нашёл 10 тысяч галактик, самые тусклые за 13 миллиардов световых лет от нас, в Юной Вселенной. Их дальность и возраст измеряются красной гаммой. Рентген. Невидимая астрономия. Гамма-излучение на радио. Космос через рентген. Увидеть то, что нельзя при помощи оптических приборов. Рентген обнаружил горячие точки во Вселенной. Газ вокруг больших чёрных дыр, столкновения галактик, сверхновые, звёздный взрыв. Яркий свет — взрыв суперновой звезды. С помощью рентгена можно увидеть, как накапливается газ. А вот, казалось бы, обычная галактика. Но рентген показывает гигантский взрыв. Вот галактика Альфа-Центавра на телескопе. Рентген показал, что это две слившиеся галактики. А это квинтет Стефана на телескопе — группа связанных галактик. На рентгене видны голубые потоки вулканического газа — результат взаимодействия. видимый, или оптический свет идёт в волнах, которые видят наши глаза. Он делится на семь цветов радуги, в зависимости от длины волны. Фиолетовый — самая короткая волна, красный — самая длинная. оптический свет — это просто видимый луч в группе невидимого излучения, электромагнитного спектра. Слева за фиолетовым — ультрафиолетовое излучение. Ещё дальше рентген и самые короткие волны — гамма-излучение. Справа за красным — инфракрасные, самые длинные волны излучения. Всё, что видит человек, — видимый свет. Ничтожная малость из всей гаммы. Итак, начнём. Взгляните, это М51, галактика Вирпл. Теперь взглянем через радиоволны. Невидимое стало видимым. Теперь инфракрасный выявил холодные облака газа и пыли. С помощью ультрафиолета видны молодые звёзды. И, наконец, рентген обнаружил очень горячие газы на М51. Лазерное шоу, когда частицы дыма отражаются в рассеянном свете. В атмосфере пыли влага образует подобное рассеивание. Это большая проблема для астрономии. При оптическом наблюдении телескопы на вершине горы сокращают подобное влияние атмосферы. То же самое с инфракрасным. Над облаками нет воды, чтобы рассеять его излучение. Таким образом, к нам проникает только видимый свет и радиоволны. Все, кроме инфракрасного. Так как он без влаги, почти весь электромагнитный спектр блокируется рассеиванием и выявляется только в космосе. Но длинные радиоволны достигают Земли. Они ловятся либо большой тарелкой, как эта, управляемая телескопом в Парксе, Австралия, или несколькими маленькими. В Нью-Мексико радиотелескоп с очень большой антенной системой. Каждая тарелка передаёт общий фокус, так называемый апертурный синтез. Радиоизображение сверхновой звезды Тайко. А это галактики. На снимке видна огромная чёрная дыра в центре каждой галактики. Оптическое изображение туманности Краба, останков звезды после взрыва. Её плотное ядро, пульсар, обнаружено в центре радиоволнами. И снова на оптике. Тихая группа галактик. Но радиоволны говорят об ином. Они связаны, забирают вещество друг у друга. При видимом свете это простая галактика Элипс М84. Но нет. Радиоволны показали огромную чёрную дыру. Ещё одна галактика Элипс, NGC 1316. Радиоволны показали огромные пузыри газа со всех сторон. Для инфракрасной астрономии есть Спитцер, самый холодный телескоп. Он далеко от инфракрасных волн с Земли и закрыт от Солнца. Спитцер охлаждается до минус 270 градусов по Цельсию. Инфракрасная астрономия изучает плотное облако пыли и холодный космос. Вот как Спитцер видит это облако под разными инфракрасными лучами. Появились новые звёзды. Две в начале облака образовали проём. Оптически одна звезда ярче другой. Теперь мы их сравним. Вокруг одной звезды планетарный диск. Он виден на инфракрасном. А теперь снова видимый свет. Спитцер изучает тёмное облако. Разными инфракрасными лучами. Облако становится прозрачным. Оказалось, это сверхзвуковой газ, исходящий из эмбриона звезды. Вот на видимом свете облачность Тарантулы в инфракрасном излучении рождения звёзд. Оптическое изображение галактики М81. Спитцер комбинировал три инфракрасных луча и зажглись ветви спирали. А в них через самую длинную волну видны крупные звёзды, яркие точки. Солнце излучает все виды лучей, в том числе причину загара — ближний ультрафиолет. Он достигает Земли, а дальний ультрафиолет, который вреден, — нет. Вот его изображение на Солнце из космоса, сделанное на аппарате СОХО. А это ещё более дальний ультрафиолет — кипящая солнечная атмосфера, корона. А здесь самый дальний ультрафиолет. Мы забрались ещё дальше в корону. Далеко от помех Земли этот аппарат, Галекс, изучает космос в ультрафиолете. Вдоль каждой орбиты Земли Галекс пересекает одну восьмую небо. Вот через видимый свет галактика Альфа-Центавра. Галекс через ультрафиолет выявил горячие выбросы из молодых звёзд. Вот галактика Андромеда через видимый свет. Галекс показал, где формируются звёзды. То же самое здесь. Это видно через ультрафиолет. Галактика в группе Скульптор. Обсерватория Чандра не отстаёт от астрономии через рентген. Лучи рентгена не просто собрать. Главное — зеркало их просто поглощает. Но зеркала Чандра концентричные. Лучи скользят под малым углом, потом отражаются и идут в фокус на электронном детекторе. После взрыва сверхновой звезды Чандра выявила клубы газа. Они отчётливо видны на рентгене. Это Кассиопея — останки сверхновой звезды, найденной Чандрой. А это звёздная галактика М82. Рентген выявил взрывающиеся нейтронные звёзды и чёрные дыры. Знаменитые пересечённые галактики — антенны. На оптике видна их взаимосвязь. Это потоки новых звёзд. На рентгене на Чандре видно больше. Взрывы нейтронных звёзд, чёрных дыр и газа при температуре 100 миллионов градусов. Вот чёрная дыра в этой галактике — Персей А. Его увидели на Чандре. Белое пятно в центре — это он. Эта рябь образована звуковыми волнами в горячем газе вокруг галактики. Так выходит вещество из области рядом с чёрной дырой. Вот космос при оптическом свете. А теперь, через лучи гамма, мы видим самые сильные взрывы во Вселенной. Один из таких был замечен при изучении Солнца. Они называются взрывы гамма-лучей. Происходят в среднем раз в день. Причина — сверхновые звёзды. Огромный супергигант, оставшийся без топлива. Ядро становится чёрной дырой. Мощные потоки стремятся пройти через диск. Они прорываются через поверхность звезды. Когда внутри огромная чёрная дыра, всё кончено. Взрыв при луче гамма. Вспышка яркая, как триллион солнц. Она видна только через лучи гамма. Самые длинные лучи в энергомагнетическом спектре. Чёрная дыра. Чёрные дыры и тёмная материя. У звёзд бинарная система. Голубой супергигант и его голодный компаньон — чёрная дыра. Из беззащитного гиганта постоянно вытягивается газ. Чёрная дыра — опасный объект. Ничто не может избежать её прожорливой сущности. Даже свет. Пока материя из компаньона захватывается растущим диском, всё, что находится поблизости, тоже будет затянуто. Очень большие звёзды могут порождать чёрные дыры. С возрастом, когда заканчивается водород, ядро в самом его центре выпускает всё более тяжёлые элементы. И потом, когда ничего не остаётся, ядро становится сплошным железом и взрывается. Результат катастрофический. Внешние слои разнеслись повсюду, а ядро сжимается ещё сильнее. После взрыва все останки звезды становятся чёрной дырой, если изначально железное ядро было в три раза больше массы Солнца. Распознать чёрную дыру сложно, так как она невидима и шириной в несколько километров. Шансы увеличиваются, если она в близкой бинарной системе. Тогда можно увидеть, как струи газа стремятся к чёрной дыре под прямым углом. Пока он затягивается по спирали, немного вещества остаётся у края. Оно уходит в космос волной от центрального витка. Движение компаньона на орбите помогает нам взвесить чёрную дыру. Чаще всего они в 10 раз тяжелее Солнца. В центре нашей галактики, возможно, есть большая чёрная дыра. Может быть, так во всех галактиках. Но наш центр галактики не виден за звёздными облаками и тёмной туманностью, так что судить не из чего. Тем не менее, рентген показал сотни белых карликов, нейтронных звёзд и звёздных чёрных дыр. При ближайшем рассмотрении две доли похожи на большую чёрную дыру — мёртвый центр. Это может выглядеть так. Идёт раскалённое пламя со скоростью десятков световых лет, пока вещество падает на растущий диск. Астрономы думают, что предполагаемая чёрная дыра в нашем галактическом центре может иметь массу 3 миллионов Солнц. У Андромеды, ближайшей, крупнейшей галактики, возможно, тоже есть чёрная дыра в центре. Но на Андромеде их может быть две с массой 70 миллионов Солнц. Яркая точка говорит о дыре. Замечена через телескоп. Они крупные, и их две. Неужели Андромеда поглотила более мелкую галактику? В пять раз дальше есть странная галактика Альфа-Центавра. Она пересечена потоком тёмной пыли. Астрономы считают, это результат гигантского столкновения. Пыльная спиральная галактика вошла в другую сферическую галактику. На видимом свете нет ни намёка на чёрную дыру. Но радиоволны показали огромные области, исходящие из центра. На рентгене видна их структура. Взгляните на узкий голубой поток. Вещество, нагретое до миллиона градусов, исходит из огромной чёрной дыры. Анимация покажет, что происходит. Этот поток — вещество, отброшенное с края. Дальше — яркий растущий диск. И вещество обречено, захватываемое в центр. Зловещая чёрная дыра на Альфа-Центавре предположительно имеет массу 200 миллионов Солнц. Центр этой ближайшей галактики, NGC 49-45, тоже чёрная дыра. Её масса — полтора миллиона Солнц. А в галактике М106 она весит 40 миллионов Солнц. На этой галактике самая огромная чёрная дыра — массой миллиард Солнц. На ещё одной галактике, Сомбреро, в 700 миллионов раз тяжелее массы Солнца. Галактики растут, сливаясь, как и их огромные чёрные дыры в центре. Галактики-антенны — пример такой космической комбинации. В центре слияние вызвало огромный поток новых звёзд. На рентгене виден вихрь. Взрыв звёзд, нейтронные звёзды, горючий газ — доказательство чёрной дыры. Вот анимация ещё одного слияния галактик под названием «Мыши» из-за их хвостов. Изображение через телескоп. И снова анимация. Вот уж где точно должны быть две чёрные дыры. Когда галактики сталкиваются и в чёрные дыры, быстро переходят в центр слившейся галактики. Но вместо того, чтобы слиться, они кружатся рядом сотни миллионов лет. Когда они сливаются, то образуют огромную чёрную дыру, от которой идёт рябь на материи пространства-времени. Активная галактика обычно имеет огромную чёрную дыру. Радиоволны выявляют огромные потоки энергии, исходящие из растущего диска дыры на М84. Вот на оптике. Ещё один пример. Вирго А, М87. Через разные волны видно. Это мощный излучающий источник. Особенно то оранжевое пятно. Оптически не видно, но узкий поток исходит из центра. Через радиоволны виден поток высокозаряженных электронов. И рентген выявил растущие сгустки плазмы. Эта энергия, материя на растущем диске, идущая по спирали в чёрную дыру. С массой 3 миллиарда солнц, эта дыра на М87 поглощает несколько земель, как наша, каждый час. Активные сейфертовские галактики имеют яркое ядро. Вот одна такая, NGC 4151. Её энергия идёт из диска вокруг огромной чёрной дыры. NGC 1316 была изучена через радиоволны. Красно-оранжевые облака говорят об огромной чёрной дыре. То же самое на А3С 31. Замечены красные потоки излучения. Вот галактика Персей А. Теперь посмотрим на изображение рентгена. Белая точка в центре — растущий диск огромной чёрной дыры. Через центр диска потоки образуют полости в горячем газе вокруг. Когда материя попадает в зону дыры, часть её отбрасывается под прямым углом от центра воронки. Эти потоки образуют впадины. А теперь на рентгене вы видите чёткое изображение Персея А. Пара галактик, так называемых радиогалактик. Их огромные чёрные дыры — возможный источник энергии. А вот ещё Сигнус А. Из его центра со скоростью света идёт вещество, создающее эти доли. Такие выделения говорят об огромной силе гигантских чёрных дыр. Самые мощные чёрные дыры в центре квазара. Это сверхизлучаемые ядра в остальном обычных галактик. Вот радиоснимок такого квазара. В двух миллиардах световых лет от нас. От него идёт поток со скоростью 150 тысяч световых лет. Теперь в ином свете — оптическое изображение. Квазар под названием 3C273. Огромная чёрная дыра в центре квазара. Её масса в несколько миллиардов больше, чем у Солнца. Её область в ширину равна Солнечной системе. Квазары — самые яркие объекты во Вселенной. Самые тяжёлые с чёрными дырами весом в 10 миллиардов Солнц. Вот изображение квазаров на телескопе Хаббл. Они такие яркие, что галактики меркнут в них, как призраки. Чёрные дыры, питающие квазары, имеют огромный аппетит. Они глотают примерно 40 планет, как Земля в час. Так что это за квазары? Предположительно, они появляются, когда чёрные дыры начинают поглощать газ, пыль и звёзды. Идущий по спирали растущий диск даёт невероятное излучение. Путь в бесконечность. Холодное и одинокое послание из космоса. Сфера нашего космоса. Всё, что мы знаем, — рамки одной Вселенной. А может быть, это капля росы в непознанном тумане? В паутине космоса могут быть параллельные Вселенные. У них тоже может быть время и пространство, но, возможно, другая форма материи. В эту идею верят многие физики. Они уже признали, что есть не четыре измерения, а одиннадцать. Версия, что из Вселенной исходят другие, не такая дикая. Одиннадцать исходящих могут стать началом бесконечного продолжения. Но пока это не доказано. Это научная фантастика. Ещё одна версия — множество пузырей. Каждая из них — Вселенная, передвигающаяся свободно от других. Но если два пузыря коснутся, произойдёт страшный взрыв, катастрофа. Рождается новая Вселенная. Значит, наша может быть не единственная. Если так рассуждать, то получается, что взрыв — начало всего. Мы ничего не знаем о том, что было до него. 14 миллиардов лет назад началось время и пространство, так же, как постепенно после них — излучение и материя. Субатомные частицы образовали протоны и нейтроны. Сформировалось атомное ядро. Потом первые элементы. Электроны, здесь они голубые, были заключены в закрытые орбиты вокруг ядер. Образовались атомы. 77% из них — водород. 23% — гелий. Ещё следы — дейтерия и лития. Так как электроны были заключены в атомы, они уже не блокировали проход света несущим фотоном. Вселенная стала прозрачной. Это было через 350 тысяч лет после Большого взрыва. И излучение, образовавшееся тогда, мы видим и сейчас. Цвета подчёркивают разницу температур. Указывают на самые ранние образованные материи. Вселенная принимала форму. Гравитация заставляла галактики объединяться. Между ними всё больше расширявшиеся пустоты. Пока материя сгущалась и нагревалась, зажигались звёзды. Вселенной было 200 миллионов лет. Прошло сотни миллионов лет слияния, взаимодействия и эволюции галактик, чтобы они выглядели так, как сегодня. В юной Вселенной нет ничего тяжелее, чем литий. Только когда образовались крупные звёзды, появилось железо. Взрыв сверхновой звезды дал тяжёлые элементы, которые попали в ядра суперзвёзд и были выброшены в космос. Эти выбросы образовали ещё более тяжёлые элементы, как уран. Сверхновые звёзды дали космосу 92 естественно образованных элемента. Почти вся материя, которая образовала Землю, произошла не от большого взрыва, а от больших звёзд. Воздух, которым мы дышим. Вода в наших океанах. Деревья, растения, вся животная жизнь. Поверхность нашей планеты — горы, камни и каньоны. Металлы для производства и строительства. Всё вокруг нас сделано из материи, состоящей из атомов. Но, возможно, её гораздо больше, чем нам кажется. Только 4% — обычная материя, остальная спрятана. И она составляет другие 96% Вселенной. Из которой большинство — загадочная тёмная энергия. Всего её 73%. Оставшиеся 23% — так называемая тёмная материя. В ранней Вселенной космологи считают, тёмная материя была важна. Она доминировала над гравитацией, указывала, как формироваться и объединяться галактикам. Это спорно. Но вполне возможно, что тёмная материя придала формы галактикам. Объединила их в кластеры, и, наконец, из кластеров — суперкластеры. Есть ли доказательства тёмной материи? Так как она невидима, её можно выявить только гравитацией. Тёмная материя может влиять на эту галактику. Из-за этого внешние части вращаются быстрее, чем улавливает видимая материя. Возможно, вокруг этой галактики огромный невидимый ореол. Скорее всего, тёмная материя управляет всеми галактиками. И здесь не стоит её путать с этими тучами. Это всего лишь тёмные облака обычной материи. Настоящая тёмная материя — мощная невидимая сила, которая правит каждой звездой в галактическом диске. Тысячи лет звёзды движутся вокруг центра галактики и слегка колеблются. То, как они двигаются вверх-вниз — влияние тёмной материи. При изучении обнаружено гораздо больше массы, чем можно увидеть. Некоторые движения из-за тёмной межзвёздной пыли и космический мусор, как белые карлики, нейтронные звёзды и чёрные дыры. Но тёмная материя стоит над всем. Галактики внутри кластеров двигаются вокруг друг друга. Если бы дело было не в тёмной невидимой материи, они не были бы так близко. Тот факт, что кластеры галактик имеют стабильную структуру во всей истории Вселенной, говорит о влиянии тёмной материи. Великий физик Альберт Энштейн I доказал, что свет можно притянуть. Его теория относительности доказывает, что крупные объекты, как Солнце, нарушают пространство-время и притягивают свет. Любой крупный объект на пути, даже невидимый, становится гравитационной линзой. Мы не видим чёрную дыру, но она изгибается, пропуская свет. Объект на пути также может быть галактикой со множеством тёмной материи. Представим, что из галактики далеко в космосе идёт луч света в сторону Земли. Поставим кластер из крупных галактик на пути, они образуют гравитационную линзу. Свет от далёкой галактики будет ярче, увеличен и искажён. Чем больше будет кластер на пути, тем больше эффект для наблюдающего Земли. И потому что материя распределена в кластере неравномерно, свет от далёкой галактики смазан и завёрнут в мелкие дуги. Учёные с помощью них взвешивают тёмную материю и высчитывают, как она размещена в галактическом кластере. Хотя мы видим её влияние, природа тёмной материи остаётся загадкой. Ещё один эффект линзы — множественность. Один из самых зрелищных — так называемый крест Эйнштейна. Галактика в центре окаемлена четырьмя отображениями другой. Вот как это вышло. Свет от квазара в далёкой галактике отражён другой галактикой через огромную чёрную дыру в её центре. Изображение квазара преломлено и умножилось. С Земли мы видим четыре изображения квазара с отражающей галактикой посередине — крест Эйнштейна. Тёмная материя играет важную роль в судьбе Вселенной. Как и общее количество материи, так называемая критическая плотность. Так как космос закруглён, есть три возможности. Первая — закрытая Вселенная, где держится материя всех видов из-за гравитации, и это задерживает рост космоса. Теория большого сжатия. Экспансия вызвала бы уплотнение. Вселенная исчезла бы при таком исходе. Вторая возможность — плоская Вселенная, где космос изгибается волнами. По этой теории вся материя равна критической плотности. Это значит, что у Вселенной нет границ, и она будет расти всегда. Но рост будет идти всё медленнее и медленнее. В бесконечно далёкое время он прекратится. Но бесконечно далёкое, по определению, не имеет конца. Третья теория, самая вероятная. Вселенная в форме седла, где общая масса меньше критической плотности. Эта Вселенная будет вечно расти. Она увеличивается из-за тёмной энергии, антигравитационной силы. Карта излучения Вселенной подтверждает, тёмная энергия — это 73% космоса, 23% — тёмная материя, обычная материя — 4%. Что станет в будущем? Звёзды будут рождаться и светить ещё сотни миллиардов лет. Но вечная экспансия означает, что наш космос станет невероятно холодным, тёмным и пустынным. Автор текста — исполнительный продюсер Дэвид Тейлор. Продюсеры — Андреа Боскан, Джейн Клек, Джон Мэйсон, Ники Вудхаус. Композитор — Эрни Вуд. Фильм спродюсирован компанией York Films of England. Композитор — Эрни Вуд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова